Бывший глава ЕНПФ признался в растрате средств фонда и получении взятки. В Алматы начался процесс по делу о хищениях 5 миллиардов тенге из пенсионного фонда. На скамье подсудимых экс-председатель правления фонда Руслан Ердинаев и еще пятеро фигурантов. Куда исчезли миллиарды пенсионного фонда? Почему подсудимые винят один из казахстанских банков? Интересные подробности в материале Ордак Камал. В Алматы начался суд над бывшим главой ЕНПФ. Руслана Ердинаева обвиняют в получении взятки и растрате чужого имущества. По версии следствия, в результате незаконной сделки государству причинен ущерб в размере 5 миллиардов тенге. Адвокат обвиняемого рассказал, что Ердинаев признает свою вину и раскаивается. Экс-председатель правления ЕНПФ сотрудничает со следствием, поэтому его защита попросила изменить меру пресечения содержания под стражей на домашний арест. Суд отклонил ходатайство. Это бы не дало возможности ему покинуть пределы Алматы, хотя прокурор говорит, что он может скрыться. Помимо Ердинаева судят еще пятерых. В их числе его зам, руководство компании «Бузгулауром» и ТО «Мегатрансазия». Судья запретил журналистам снимать подсудимых и их защитников. Экономист Айдар Алибаев считает, что растрата 5 миллиардов тенге из пенсионного фонда вызывает общественный резонанс. Поэтому нельзя запрещать фото-видеосъемку. Я обращаюсь в данном случае к суду, чтобы на следующий раз они не препятствовали проведению съемок. В противном случае тогда мы можем сказать, что пусть вкладчики все туда приходят. В прошлом году, 6 октября, ЕНПФ приобрел 500 тысяч облигаций ТО «Бузгулаурум» на сумму 5 миллиардов тенге. За эту сделку, по версии следствия, Руслан Ердинаев получил взятку в особо крупном размере. Но позже облигации назвали неприбыльными, так как «Бузгулаурум» уже на тот момент был на грани банкротства. Адвокат учредителя «Бузгулаурум» рассказал, что 5 миллиардов тенге размещены на расчетном счете в одном из казахстанских банков. Она добавила, что экспертиза подтвердила законность сделки. Если бы правоохранительные органы не задержали Бахаджана Кинжибаева, то деньги были бы возвращены в фонд. АО «Азиакредитбанк» в нарушении пункта 8.1.6 договора банковского займа без уведомлений и согласия клиента, не проведя предусмотренные законом процедуры, а также не выдержав 40 дней, положенных по закону, узнав о начале досудебного расследования сотрудниками КНБ с целью избежать ареста счета, где находились 5 миллиардов тенге, самовольно перечислил деньги со счета ТО, учредителем которого является Кинжибаев, в свою пользу. Ранее в Нацбанке заявляли, что 5 миллиардов тенге находятся в Казахстане и, скорее всего, вернутся в ЕНПФ. Остается надеяться на это. Ну а следующее ослушание состоится через две недели.